всем огромный привет алисонька алисонька у нас у нее сегодня повышенная лохматость по той причине что я ее покупала вымыла ее полностью с шампунем да а сделала это потому что мне пришлось это сделать смотрите какая она теперь блестящая красивая пушистая шерстка мягенькая детским шампунем помыла ее красотку мою а пришлось мне это сделать по той причине что какие-то ну скажем так уже назовем вещи своими именами какие-то гады рыбаки пусть рыбаки нормальные меня извинят за такие слова я сама рыбачка люблю рыбу половить такие вещи никогда не делала то есть они взяли поймали рыбу почистили ее и что они сделали внутренности закинули вот сюда в кусты к нашему забору ну я не знаю как это назвать гады короче это я считаю просто вредительство вот ну кишочки эти на солнышке полежали завоняли как следует ну а собаки они такие существа что очень нравится им такое и что делали мы сделали мои дорогие собаченьки они там взвалялись как две свиньи я представляю как они там в этих кишках валялись наверное аж похрюкивали от удовольствия ну короче пришли домой и ну такой ванизм но мы сразу убежали все просто из дома сразу убежали ну что пришлось мне делать пришлось мне их покупать вот сейчас дезинфицирую дом сейчас иду туда к мужу в контора у него там лежит лежат все кое-какие средства для мытья вот пришлось мне сейчас сразу браться за генеральную уборку ну конечно же так время подошло так что самый раз кишки я закопала в землю вообще порядочные рыбаки если они чистят рыбу они обязаны иметь при себе лопатку чтобы кишки закопать землю на недоступное на недоступную глубину ну вот не все порядочные люди видимо это уже не первый раз такое случается вот я просто вся вне себя я очень-очень злая кому-то наверно трудно представить меня злой но да так бывает и конечно добрый человек но моей доброте тоже есть предел вот алисанька лежит ну и красотка моя мой красотка лежит на солнышке как хорошо а ласку я сегодня покупала она на меня обиделась убежала с мужем в бюро но в контору там где он сидит сейчас посмотрим ой вообще у меня аж ноги трясутся конечно еще алису можно в ванну отнести на руках 12 килограмм но ласка она не знаю сколько на весь килограмм 30 наверное я еле дотащила добровольно то она ванну не пойдет купаться нужны дурочка это просто что-то было в общем короче оля злая сегодня если бы я этого рыбака встретила я бы его туда и заваляла бы в этом этих кишках и домой отправила к жене посмотрела бы я на их лица ладно все дело сделано собаки вымоты кишки закопаны а я пойду за средством для мытья вот по дороге увидел что тюльпанчики расцвели такие хорошенькие надо мне прямо здесь высадить побольше их этой осенью прямо так вдоль дорожки посадить каштан уже стрелки выпущены скоро зацветет покажу вам тогда эту красоту каштан пришлось осенью прошлой обрезать потому что он уже очень старая думаю по стволу видно что это очень старое дерево видите какой у него ствол вот и там очень его верхушка во первых одна ветка отломилась уже вот сюда прямо на дорогу и верхушка очень накренилась пришлось ее отрезать но к счастью дерево осталось живо здорово отрастут еще веточки красивое дерево скоро зацветет нравится очень цветы каштана вот смотрите уже даже цветочки начинают красота вот а мы идем хотел сказать с кристиной с алисой алиса какая пушистик стала ой алиска ой алиса шерсть какая смешная собака у меня смотрите какое красивое дерево боярышник растет прямо на бережку вот видите а на той стороне домики скворечники вот какая красота у нас все зеленеет не по дням а по часам просто все уже зеленое как летом почти ну только вот это дерево что-то голое стоит нет у него почки набухли но она просто позднее это у воды яблоня у меня которая одна осталась все остальное бобры сожрали вместе с яблоками по осени еще так что такие они трава какая вообще смотрите колосится прямо одуванчики здесь еще одно дерево боярышника красивая такое ну здесь и трава вообще герань лесная спряталась в траве но еще не цветет она попозже цветет птичка какая-то там тревогу подает наверное из-за меня красота правда вот я взяла средства вот это не буду показывать а то еще за рекламу примут сейчас пойду домой отмывать дальше все от вонючей рыбы кстати вот одно деревцо которое мы в этом году посадили это рябинка оказывается посмотрите у нее даже цветочки там намечаются вот она такая тоненькая еще красавица рябинка вот как мы спим алиса смотрит так еще никогда никогда не видели спящую собаку что это вообще окружили это ж надо так а хвостик подрыгивает хвостик подрыгивает щебака ты щебака всем привет я пришла сегодня в кафе надо же все таки немножко продолжать своем оформлении до конца мая надо успеть так здесь у меня творческий беспорядок это пока промежуточный результат вот я сделала такой уголок. Убрала эти палки для ходьбы. Оставила курительную трубку и повесила еще одну старинную курительную трубку с глашиного рынка. Вот видите, у нее есть фарфоровая часть. Сверху медь. Кстати, в этой трубке еще даже табачок лежит. Какой-то такой с фруктовым запахом. Посмотрите, как она оформлена. Какие-то две кисточки из волос дикого козла. Типа того. Это такой, как бы сказать, национальный уголок народного творчества. Народный уголок. То есть тут и немецкое и российское творчество. И все вместе. Колокольчик альпийский. Вот такой. тарелочка башкирская. А это тоже русская или украинская тарелка. Пастушок играет на дудочке. Дальше. Посмотрите, картины. Я перевесила на один уровень. Вот, смотрите, все картины висят теперь на одном уровне. Картина очень отсвечивает, моя лаковая. Так. За место часов я повесила медную форму для выпечки старинную тоже. Это вышивка, которую я привезла из Голландии. Здесь также висит народная тарелочка с петушком. Это ручная роспись. Сверху я еще поставила здесь подносик из плитки. Тоже я не помню, из Голландии привезла или я здесь уже его купила. Это тоже ручная роспись на плитке. Так. Что тут еще изменилось? Вот под этой картиной, я думаю, она как раз в тон, я повесила вот этот букет с ландышами деревянный. Здесь у меня такая голландская часть. это вышивка очень старинная с 40-х годов. Тоже из Голландии. Вы видите типичные голландские домики в церкви. А это тоже такая работа интересная. Это торговка рыбой. Тоже из Голландии. И здесь я хочу сделать так, не обращаю внимание на голую лампочку, просто абажур я сняла. Он из ткани. Я хочу его переделать потом покажу. Вот здесь висели у меня эти грелки медные. Я их поставила на полочку. Сняла, чтобы они здесь не висели. Так, лампочка пока висит без абажура. А вот здесь я хочу сделать такой небольшой как бы фарфоровый уголок. Фарфоровые тарелочки повесить. Вот три я уже повесила и повешу еще три. Вот. Раз, два и три. Так, на одну тему с розами под цвет еще подберу как следует. То есть, вот так это сейчас выглядит в данный момент. Наверху тоже такие небольшие перестановки. Вот скатерти я еще не принесла, потому что под эти скатерти нужны эти такие штуки, которые закрепляют скатерти. То есть, зажимы. Зажимы я заказала, но они еще не пришли. Так что, вот так вот это пока выглядит промежуточный результат. вот еще немного с этого ракурса. Благодарю всех за советы по оформлению. Особенно хороший совет был повесить картины все на одном уровне. Это очень упорядочивает все оформление, всю стену. Вот. Еще есть много свободных мест. Я еще буду смотреть, что у меня дома есть, что подойдет по цвету, по форме. Вот, посмотрите, на дальней стене тоже повесила вот эту консоль с цветочком. Я думаю, что тоже оно как-то так скрашивает вот эту пустоту. Вот. А, в общем-то, вы можете видеть, что процесс идет потихонечку. Надеюсь, до конца мая я все сделаю. Буду держать вас в курсе обязательно. и показывать все продвижения. Несу мужу обед. Все-таки хорошо иметь свое кафе. Вот. Так сегодня у нас все выглядит. В общем-то, так же, как и вчера. А мы с Алисой в саду. Да, Алиса? Вот. Сегодня у нас вроде как последний солнечный день в череде дней, которые будут темные и дождливые. Хотела показать вам, но не успела заснять процесс. у меня здесь было посажено деревце. Оно сюда приехало из кафе, потому что в кафе у нас была там куча камней, и заместо этой кучи камней мы сделали песочницу. Вот. А в этих камнях у меня стояло несколько горшков с деревьями. Вот это дерево там было, оно росло в горшке. Но это дерево оно проросло через горшок, через низ горшка, и ушло корнем в землю. Ну, конечно, пришлось его обрезать. Пересадили сюда, но оно засохло. Засохло оно не окончательно. Так, сейчас покажу, что я еще тут принесла. вот эти ветки я с него обстригла. Видите, эти ветки мне сначала показалось, что оно умерло полностью, но у него тут, видите, есть зеленые росточки еще. Но основную массу я обрезала. Я думаю, что так ему будет легче восстановиться. Вот я оставила тут зеленые росточки. Видите? И вот здесь есть еще зеленые росточки. Поэтому у меня теплится надежда. Там оно стояло в тени деревьев, поэтому оно покрылось таким мхом. Здесь я посадила его на солнышке. Буду хорошо поливать и посмотрим. Может быть, еще оно восстановит свои жизненные функции. Вот такое деревце. Это, наверное, какой-то сорт ивы. такой шарик. А я сейчас иду в теплицу. У меня тут базилик. Один базилик второй. Уже с оборванными листьями делала песто, делала салат с помидорами. Беру салок и сейчас посажу этот базилик в теплице. Видите, кроты что делают. Какие кучи. Кошмар. Так, сейчас мы в теплице. В теплице очень тепло. Удивительно, у меня сорняков наросло. Целая куча. Ладно, основную массу потом уберу. Так, левой рукой копаю. Ой, какие-то корни. Мужас какой-то что это за корни вообще. Корни какие-то живые. Да, чувствую, тут будет у меня. Так, сейчас я сюда. А кто еще пришел тут? Ой, кто пришел? Муся Анечка пришла. Ты где пряталась? Я тебя не видела? Красотка. Так, сейчас посадим базилик. одной рукой все делаю. Так, что-то недостаточно глубоко еще подкопать. кто-то мне советовал посадить базилик в теплицу. Спасибо за совет. как видите я ему последовала. Так, и здесь у меня еще есть один кустик. Наверное посажу его с другой стороны. Так, эта штука отгоняет кротов. Не знаю кого она тут отгоняет. Так, сейчас выкопаем еще ямочку. Ой, тут какие корни. О, как же меня тут будут расти. помидоры-то по-моему сорняков будет. Просто куча. Так, ну ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Так, недостаточно. Еще подкопаем. Так, вот 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 пахнет базиликом. Хотела одеть перчатки, забыла, как всегда. Ой, пахнет базиликом. Ну вот, посадила я на входе в теплицу. Горшки, может, еще пригодятся. скажите мне, вы выбрасываете пластиковые горшки от цветочков, которые покупаете? Мне почему-то так трудно выбрасывать горшочки. Мне кажется, они еще пригодятся для чего-нибудь. Мусенька. Муся. А Муся валяется. И Алиса тут же. И Алиса. Алиса шабака? Шабака? Вот у нас тут прямо царство зверей. Хочу показать вам клубничку, которую мы сажали вместе с Кристиной. Вот, она дружно цветет. такая хорошенькая. Да? Алиса? Клубничка. Муся. Так, здесь у меня еще клубника. А эта клубника у меня прямо розовыми цветами цветет. Так, Все, поднялась. Надо, правда, ее еще прополоть. Так, что я здесь сажала? Здесь я сажала салат. Вот, смотрите, салат уже всходит. Видите? Это всходы салата. Тут растет мята. И вот здесь тоже салат. Салат взошел. Также здесь посадила еще рядок этого редиса. Тоже он зашел. Видите? Здесь мы лук сажали с Кристиной. Лучок тоже постепенно всходит. Вот. Вот лучок. Вот лучок. Ну, и здесь. Здесь побольше. вот здесь вот еще росточек. Ну, короче, потихонечку всходит. Лук. А здесь я посадила тоже редиску. Редиска тоже, видите, три рядочка. Редиски тоже она всходит. Ну, конечно, очень густо посажена. ничего. Можно проредить. Вон, как росточки поднимают землю. И здесь тоже. Интересно, да? Такое чудо. А здесь у меня растет куст щавеля. Я уже хожу, облизываюсь, жду, пока он чуть-чуть побольше еще подрастет. Тогда я его съем. Сварю супчик. Ну, вот. Такие у нас дела. Сейчас еще что-нибудь посажу. Смородина уже такая. Прям вообще заколосилась. Сейчас посмотрю, какие у меня еще семена есть. Посажу что-нибудь. на мусинька. На этом заканчиваю свой сегодняшний ролик. Мы с мусей говорим вам до свидания. Всего самого хорошего. Всех с начала мая. Здоровья. и пока-пока. Алиса. Алиса тоже говорит всем пока-пока. Да, Алиса? Помаши хвостиком. Скажи пока-пока. Пока-пока.